Трудоустройство инвалидов, взыскание задолженности застройщиков и ввод в эксплуатацию новых детских садов. Эти и другие вопросы обсудили на сегодняшнем совещании с руководителями ведомств. Подвели итоги и прошедших праздничных дней. Более 400 мероприятий, посвященных Дню Народного Единства, прошли в Республике с 1 по 4 ноября. Митинги, праздничные концерты, фестивали национальных культур, литературные вечера и спортивные мероприятия. Программа была насыщенной. В рамках фестиваля состояла встреча главы Чуварской Республики с руководителями национально-культурных объединений и руководителями традиционных конфессий. А также гала-концерт творческих коллективов национально-культурных объединений, в котором приняло участие более тысячи человек. Праздники праздниками, но будничные проблемы требуют тоже своего решения. Детские сады, которые должны были быть сданы в эксплуатацию в сентябре, по-прежнему недостроены и виноваты в том недобросовестные застройщики. Детские сады вводятся по зданию и на сегодняшний день это направление закручиваем, будем предъявлять претензии. В основном также в судебном порядке, в добровольном пока не настроены. Застройщиков, не выполняющих работу в срок, надо наказывать неустойками, подчеркнул Иван Моторин. Еще одна социальная проблема. По статистике, более 4 тысяч жителей Чувашии официально числятся безработными. Но ежегодно эта цифра неуклонно снижается. По итогам первого полугодия уровень трудоустройства Чуваш составил 87%, что обеспечило второе место среди субъектов Российской Федерации. По России это показатель равен 63%. Здесь лучшее муниципальное образование. Марпасадский район 98%, Аллатрский район 97%, Маргаурский район 96%. Ниже, чем средним по республике, это города Канаш, Новочебоксарский и Чебоксары. Вплотную занялось профильное ведомство и трудоустройство инвалидов. За 9 месяцев текущего года рабочие места получили 710 людей с ограниченными возможностями. Лучшие показатели в Красночитайском, Шумуршинском и Красноармейском районах республики. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.